Здравствуйте! Вы смотрите программу «Учимся дома». Меня зовут Владислав Изюменко. Сегодня говорим о детской безопасности на дороге и вообще о правилах движения. У нас сегодня в гостях Алена Феоктистова. Алена, здравствуйте! Здравствуйте, Влад! Представьтесь, пожалуйста, сначала ваша должность какая и сформулируйте четко тему. Может, я что-то забыл сказать. Старший инспектор отделения пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга. И сегодня мы поговорим про одну очень актуальную тему, которая наступает с началом весенне-летнего периода. Это у нас индивидуальные средства передвижения современные, ну и также это у нас велосипеды. Да, сегодня у нас будет такой самый, мне кажется, из всей истории передачи практически урок, потому что, как вы видите, мы обложились тут и самокатами, и гироскутерами, и велосипедами. В общем, у нас тут все есть. Самое главное – это ваше внимание и ваше желание учиться. Мы готовы. Итак, в первую очередь, конечно же, в начале нашей встречи хотелось бы остановиться на таких понятиях, как водитель и пешеход. Вот. Наверняка многие, когда летом достают свои излюбленные средства передвижения, кто-то у нас велосипед, кто-то любит у нас и катается на гироскутере. Вот он у нас, да, сегодня здесь представлен самокат, трюковые самокаты, моноколеса, да, сейчас у нас появились. Вот. Но при этом наступает такой момент, и человек немного не понимает, да, участник дорожного движения, кем он является, пешеходом или водителем. Вот. И для начала мы с вами должны разграничить эти у нас понятия. Во-первых, Влад, как вы считаете, если вы достали велосипед, на него сели, вы кем будете являться? Пешеходом или водителем? Ну, мне кажется, что если есть же велосипедисты, которые передвигаются по дороге, вот они полноправные участники дорожного движения в этот момент. А вот если они по тротуару едут, здесь я не знаю. Это лучше вам объяснить. Итак, что же у нас такое велосипед? Велосипед – это у нас механическое транспортное средство, которое приводится в действие мускульной силы человека. То есть лицо, которое управляет у нас велосипедом, у нас является водителем. Даже на тротуаре? Даже на тротуаре. А, ну вот, ну-то важно. Но если у нас участник дорожного движения достал свой любимый гироскутер и хочет на нем прокатиться, он у нас, несмотря на то, что гироскутер развивает немалую тоже скорость, к примеру, бывает и у нас такой мощностью, что они быстрее некоторых велосипедистов даже ездят. Но при этом лицо управляющее, так скажем, которое катится на гироскутере, является у нас пешеходом, несмотря на его скорость. То же самое у нас касается и самоката, и роликов, и скейтов, и моноколес. Это все пешеходы? Пешеходы. Это у нас пешеходы. Итак, мы выяснили, кто у нас является водителем, кто является пешеходом. А сейчас я предлагаю повторить всем нашим зрителям самые важные, основные правила дорожного движения для этих категорий. Давайте и я с вами повторю с удовольствием. Итак, в первую очередь, наверное, мы с вами вспомним правила для пешеходов. Но пешеход-то у нас сегодня необычный, он же у нас с самокатом, да? И я предлагаю вам, Влад, приготовиться сегодня к прогулке с самокатом. Давайте. Как мы и обещали, у нас сегодня будет практически урок. Вот мой железный конь, назовем его так. Мне нужно для начала надеть защиту, наверное. Совершенно верно. А как вы считаете, для чего нам защита нужна? Ну, конечно же, защита в первую очередь, она помогает получить травмы сильные при падении, например. Или, не дай бог, если кто-то еще и в ДТП попадает. В первую очередь, защита нам и нужна для того, чтобы защитить нас в момент каких-то, может быть, моментов опасных, падений и так далее, чтобы не получить травму. Итак, Влад, сейчас я вам покажу, какая у нас бывает защита. Так, у меня здесь еще шлемы разные, но это самое важное, голова важнее всего. Итак, начинаем мы на самом деле с головы. У нас есть два шлема, обратите внимание, один у нас более такой прочный, да? А второй у нас вот полегче. Ну да, это действительно чуть-чуть полегче. Эти два шлема, они являются частью защиты. Так, мне можно надевать, да? Вот, который у вас как раз-таки в руках. Это шлем для тех, кто ездит на самокатах и выполняет какие-то определенные трюки. Так, она у меня, похоже, не застегнется здесь. Ну, на самом деле, вы правильно показываете. Но ее нужно застегнуть обязательно. Застегнуть обязательно, чтобы шлем плотно сидел на голове, он должен соответствовать объему. Так, мы одели шлем, далее мы с вами одеваем на локотники. Так. Ну, мы с вами... Да, ну, в общем, мне, в силу того, что на мне пиджак, довольно трудно сейчас будет это сделать, но, в общем, они надеваются вот сюда. Мы представим, что вы одели на локотники. Так, следующий этап. Мы с вами одеваем, как вы думаете, что? На коленники, наверное. Конечно, это у нас идут на коленники. Они будут где-то здесь, я так понимаю. И следующее у нас, это, конечно, защита наших рук. А вот перчатки я могу надеть. Давайте я вам помогу. Да, давайте. Сюда нужно палец, да, просунуть? Большой. Кстати, перчатки такие интересные. То есть они вот эту сторону защищают руки, получается. Нет, нам не нужно. Не так-то это просто, надеть защиту, друзья. Это действительно очень важный этап при подготовке. Вот сюда пальчик. Мизинец? Да. А, угу. Да. Размерчик немного не ваш. Ну, представим, что мы одели. В общем, друзья, самый важный этап – это защита в любом деле. Всегда нужно быть готовым ко всему. Итак, мы одели защиту, мы одели шлем. Мы собираемся выйти на улицу и прокатиться на самокате. Во-первых, где может у нас кататься пешеход на самокате? Ну, наверное, по тротуару только, где ходят пешеходы, потому что он же пешеход. Наверное, да. Даже на самокате. На самокате можно кататься по тротуару, по пешеходным дорожкам. Там, где безопасно, например, в парке на аллее, на детской площадке можно кататься. Собственно, там, где нет транспортных средств, где это не опасно. Но бывает, что путь к этим местам у нас пролегает через проезжую часть. Так вот, следующее правило, которое должны усвоить все пешеходы, это переход проезжей части, собственно, вот со своими индивидуальными средствами передвижения. Да, вот у нас как раз-таки есть знак, да, пешеходного перехода. И, допустим, вот я еду. Да. Я вижу этот знак, и первым делом что я должен сделать? Во-первых, необходимо остановиться. Остановились. Во-вторых, слезть с самоката, слезть с гироскутера, слезть с кейта, слезть с моноколеса и так далее. Взять в руки. То есть прям полностью или можно катить? Можно катить, тем более, если он тяжелый. Взять в руки. Ну и следующее, это у нас, конечно, правило для пешеходов. А пешеходы, как у нас переходит проезжую часть? Надо посмотреть налево, направо, и только в случае, если ничего нам не мешает, нет никакой опасности, можно перейти дорогу, когда мы убедились, что все нас пропускают. Да, ну еще я добавлю, пешеходу необходимо посмотреть на каждую полосу дороги. Бывает, что автомобили движутся в параллельном направлении в несколько рядов. Так вот, первая автомашина может остановиться, а по соседней полосе может двигаться другая. Поэтому мы посмотрели, что на каждой полосе водитель успел остановиться и нас пропускает. Вот, и после этого мы начинаем вот так переходить дорогу, убедившись в безопасности. Да, и вот мы перешли, получается, дорогу. И давайте еще раз покажем, для того, чтобы все уже на 100% закрепили, да, это все. Вот мы едем, обязательно мы останавливаемся перед знаком и сходим с нашего самоката, смотрим налево, направо, ну, допустим, машин здесь нет, но здесь их быть и не может, и переходим на дорогу. Все просто. На самом деле, простейшие правила, которыми пренебрегать ни в коем случае нельзя. Итак, что еще рекомендуется у нас всем кешеходам? Конечно же, это темное время, да, в сумерки использовать на своей одежде световозвращающие элементы. Для чего они у нас нужны? Нужны они для того, чтобы увеличить видимость пешехода, водителю, который движется по проезжей части. То есть пешеход, который в обычной у нас одежде, без световозвращающих элементов, при средней скорости движения, будет заметен водителю, ну, на расстоянии примерно там, с средней скоростью где-то метров пятьдесят, да, вот. Но если у нас есть световозвращающие элементы, видимость у нас увеличивается сразу в несколько раз, да, 150-200 метров. А если еще и дальний свет фар включен, то аж за 400 метров даже можно заметить такого пешехода, вот. Но детям, наверное, же лучше их вообще всегда надевать, потому что где их в сумерки застанут, неизвестно. Они, например, ушли утром, да, гулять, а вернулись уже вечером, допустим, когда уже стало темнее. Есть ли какие-то рекомендации по этому поводу? Да, конечно, рекомендации госавтоинспекции есть. У пешеходов, особенно юных, должны быть обязательно световозвращающие элементы. Тем более они у нас в учебное время и в школу ходят, и обратно, и на какие-то секции и так далее. Что они должны быть всегда заметны водителю при переходе дороги, вообще даже при движении по дворовой территории и так далее. А их обычно на верхнюю одежду, да, надевают куда-то? Можно сделать. Куртки или? И на куртку, и на шапку. Есть уже такая одежда, в которой производителями изначально уже при изготовлении делаются какие-то элементы из этого световозвращающего материала. То есть все для безопасности. Но и помимо детей рекомендовано также в правилах дорожного движения и всем пешеходам, взрослым в том числе, иметь такие элементы. А водителям обязательно, которые совершили остановку транспортного средства, вдруг оказались на проезжей части, обязательно быть в жилете со световозвращающими элементами. Но об этой теме еще подробнее мы поговорим, я думаю. Я предлагаю приступить. Это у нас ко второй части. Это к водителям... Велосипедов. Да. Транспортных средств, как велосипеды. Берем наш велосипед. Да, берем наш велосипед. Вот. Какие же у нас есть правила для велосипедистов? Они у нас четко прописаны в правилах дорожного движения 24 статье. Так вот, во-первых, где же у нас должны кататься велосипедисты? Велосипедисты у нас бывают разных возрастов. Это у нас юные, взрослые велосипедисты. Так вот, те, кто у нас младше 7 лет, детки, должны кататься как пешеходы по тротуару, по пешеходным дорожкам и там, где безопасно. В парке можно на аллее кататься, на детской площадке во дворе. Вот. Детки, которые у нас постарше от 7 лет, на велосипеде могут кататься по велодорожке, по велопешеходной дорожке. А те, кто старше 14 лет, они должны уже также кататься по велодорожке, по велопешеходной дорожке, по выделенной полосе для велосипедистов. Ну а если отсутствуют все выше указанные безопасные места, выделенные места для движения, то по крайнему правому положению проезжей части. И там еще при этом очень важно соблюдать правила, обозначать повороты руками. Это тоже все нужно знать. Да, вот. Это мы с вами как раз-таки сейчас и обсудим. Да, давайте. Ну, обязательно, конечно же, нам перед тем, как ехать куда-либо, нужно надевать защиту, как мы уже показывали. То есть мы снова надеваем наш шлем. Мы собираемся на прогулку, но в этом случае мы уже надеваем велосипедный шлем. А! Вот, это важно, да. Велосипедный шлем надеваем, но он, по-моему, совсем маленький. Ну, что не сделаешь ради любимой работы, пусть будет шлем такой теперь на мне. Точно так же рекомендовано надевать у нас велозащиту. Это у нас также на колене, на локотнике. Ну, и защита наших рук, кистей. Вот. Следующий момент. Велозащиту мы надели. Велосипед у нас должен быть проверен, в каком он находится состоянии. Технически исправен он, тормоза и так далее. Потому что каждый водитель несет ответственность за техническое состояние своего транспортного средства. В данном случае велосипеда. Следующее. Мы с вами повторили, где же нам можно кататься, да. Точно так же мы, если, к примеру, собираемся кататься где-то в парке, и необходимо к парку перейти проезжую часть дороги, то мы с вами это как сделаем? Нужно остановиться, слезть с велосипеда. Совершенно верно. Убедиться, что нас все пропускают, и спокойно пройти к нему. Совершенно верно. К сожалению, не все у нас велосипедисты соблюдают требования этих правил. Бывает, часто выезжают на проезжую часть, не спешившись. И при этом водители не могут мгновенно остановить свою автомашину. И происходит у нас дорожно-транспортное происшествие. А, кстати, для велосипедистов, ну, понятное дело, для совершеннолетних существуют штрафы какие-то за несоблюдение правил? Конечно, в правилах дорожного движения у нас предусмотрено выполнение данных правил. И прописано каждому велосипедисту именно выполнять это требование при проезде, спешиваться с велосипедом. Следующее. Мы с вами точно так же подошли к пешеходному переходу. Да, ну давайте я на него садиться не буду, но представили, что мы объехали и едем по дороге. И вот у нас очередной пешеходный переход. Вот. Вот мы к нему подъезжаем. В этот момент слезаем с велосипеда. Совершенно верно. Останавливаемся, спешиваемся. Останавливаемся, да. Точно так же перед началом движения мы должны убедиться в своей безопасности. Смотрим налево-направо. Мы посмотрели. Велосипедители на каждой полосе успели остановиться, да, и нас пропускали. Да. И в этот момент, когда мы убеждаемся, что все хорошо, мы переходим в дорогу. К нашему парку или просто на другую сторону улицы. Совершенно верно. Точно так же, как и с пешеходами. Для велосипедистов рекомендовано использовать световозвращающие элементы. Чтобы они были заметны в сумерке другим участникам дорожного движения и могли безопасить себя. Вот. И мы приступаем как раз к обозначениям, да, которые велосипедисты должны показывать в случае совершения какого-то маневра другим участникам. Вот это, кстати, для меня будет наиболее интересно, потому что я, возможно, как и кто-то из наших зрителей, я не знаю этих правил. И вот то интересно было бы узнать, но я при этом и на велосипеде по дорогам не езжу. Ну, представим, что вы едете, и вы должны понимать для себя. Во-первых, велосипедисту запрещается поворачивать налево, если у нас проезжая часть имеет более одной полосы. Или тем более трамвайные пути. Следующее. Если нам необходимо повернуть направо, давайте, Влад, вставайте. Затем будем показывать нашим телезрителям, как необходимо уведомлять, да, других участников. Если мы хотим повернуть налево, мы должны вытянуть вправо, ой, если мы должны повернуть направо, мы должны вытянуть в правую руку в сторону. Ну, то есть вот так вот, да? Да, да. Это первый вариант. Либо согнутую левую руку в локте. То есть вот так? Вот так. А, вот так. Да. Если нам необходимо остановиться, мы должны поднять вверх руку, любую, левую или правую. Просто вот так? Да, да. Что вы собираетесь остановиться. Как и поворот налево, так же разворот запрещен. Вот я хотела добавить. Помимо этого, если необходимо налево нам, да, попасть, то мы должны остановиться, слезть с велосипеда, найти безопасное место для перехода и повернуть налево. То есть остановиться, подняв руку, слезть с него. Да, потому что на проезжей части, на широкой такой маневр будет очень опасен. Ну вот, очень простые правила, но очень полезные, тем не менее, для того, чтобы понимать, как вообще правильно пользоваться велосипедом на самом деле. Гироскутер у нас остался. С гироскутером мы, наверное, на нем ездить здесь не будем. Давайте просто, потому что слишком уж он опасен, давайте просто расскажем, как правильно на нем передвигаться. Ну, принцип, наверное, такой же. Такой же, как я вначале уже перечисляла, что все эти современные средства, гироскутер, ролики, самокат, скейт, они относятся у нас, конечно, к пешеходам, да, правилам дорожного движения для пешеходов. Но здесь точно такой же принцип действует. И точно так же мы должны перед пешеходным переходом остановиться, его взять в руки и так далее, перейти через проезжую часть. Ну, то есть здесь все просто, и его и в руки-то легче взять, даже ребенку, мне кажется, его можно поднять и спокойно перейти. Вот. Хотелось бы добавить, что не только сами дети и подростки, да, кто очень любит эти средства передвижения, они самыми являются популярными у нас для подростков, но и родители должны перед покупкой всех этих средств передвижения обязательно оценить и оценить всю вот эту травмоопасность и обязательно научить ребенка и проговорить о правилах дорожного движения, без которых выпускать ребенка, кататься очень опасно и нельзя. Поэтому в первую очередь ответственность должны понимать родители, которые приобретают ребенку вот такие средства передвижения. Но и помимо средств обязательно должны быть приобретены средства защиты. Это у нас шли на локотники, на коленники. Алена, у нас же еще есть сегодня специальный подарок и бонус для наших зрителей, мультик специальный, мы с вами разговаривали, вы говорили, что мы его обязательно посмотрим. Что это будет за мультик, и я предлагаю перейти к его просмотру. Совершенно верно, сегодня у нас сюрприз, это новые мультики «Дорожное королевство», и как раз в закреплении нашей изученной темы предлагаю посмотреть мультфильм на эту же тематику. Смотрим! Ребята, предлагаю поиграть. «Дорожное королевство» Обожаю игры! Выбирайте и тяните. Мяу, да не меня, а карточку. Ой, карточку? Ну, значит, карточку. Итак, у кого что? У меня ролики, у меня велосипед, а у меня скейтборд. Мурмяу, а у меня гироскутер. И кто победил? Я? Победит тот, кто мне ответит, где можно кататься и играть с вашими средствами передвижения. Я знаю, я знаю. Везде, где захочешь. Я выиграл? Я выиграл? Мурмяу. Мне кажется, Борька, ты проиграл. Верно. Кататься на этом можно далеко и не везде, где захочешь. А только в безопасных местах, там, где нет машин. Например, в парках, скверах или на детских площадках. Или дома. У меня дома машин нет. А если ты хочешь поехать на велосипеде кому-нибудь в гости? Тогда надо воспользоваться велопешеходной дорожкой. Сейчас я вам всё объясню. Велопешеходная дорожка обозначена специальным знаком. Вот таким. На ней нарисован и человечек, и велосипед. А на дороге вы увидите специальную разметку. И для пешеходов, и для велосипедистов. Если вам ещё не исполнилось 7 лет, вы должны ехать на стороне для пешеходов. А если уже больше 7, можете ехать на стороне для велосипедистов. Нам уже 7. Значит, будем ехать на стороне для велосипедистов. Сейчас я задам вам ещё один вопрос. Скажите, можно ли выезжать и кататься за пределами этой игровой площадки? Конечно же. Мур-мяу. Борька. Конечно же нет. Потому что там тоже могут ездить машины. А безопасно только там, где они ездить не должны. Правильно. Молодец, Борька. И кто же выиграл? Я думаю, победили вы все. И я тоже. Ну, конечно же. Ведь вы все узнали, где и как нужно кататься на велосипедах, роликовых коньках, скейтбордах. Ура! Я победил! Да, действительно, и победили сегодня не только ребята, которых мы видели в этом мультфильме, но и мы с вами, потому что мы узнали какие-то простые, но в то же время очень важные правила дорожного движения, для детей в частности, которые нужно обязательно запомнить, ими пользоваться и ни в коем случае не пренебрегать. А я вот в этом шлеме замечательном, пожалуй, сейчас и поеду домой. Мы смотрели программу «Учимся дома». Алена, спасибо вам большое за то, что сегодня к нам пришли и все рассказали, показали. Самое главное, столько реквизитов принесли. Спасибо вам большое. И вам большое спасибо. Безопасность превыше всего. И это важно. И, кстати, ни в коем случае не нужно сейчас начинать пользоваться этими правилами. Продолжайте оставаться дома. И дети, и родители, и родители, конечно же, следите за тем, чтобы дети были дома. А дети тоже говорите родителям, не надо лишний раз выходить и выезжать куда-то. И вот как только самоизоляция закончится, мы с вами дружно возьмем наши велосипеды, самокаты и дружно поедем кататься. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»